Всем море приветов, дорогие друзья и гости моего канала, я Нептун, и сегодня мы начинаем прохождение Heavy Rain. Да, это следующий проект Quantic Dream после Фаренгейта, и друзья, готовьтесь к эпичному и очень захватывающему прохождению. Игрушка унаследовала все достоинства Фаренгейта, то есть это очень проработанный сюжет, хороший саундтрек, напряженная история и, конечно, вариативность прохождения. То есть многие задачи можно здесь получить разными способами, а концовочка будет зависеть напрямую от наших действий и даже жизни героев. Я очень долго ждал этого момента, я не просто так начал проходить Фаренгейт, потому что это было лишь начало. После Фаренгейта мы приступаем к прохождению Heavy Rain, друзья. Потом же, конечно, будет за грани две души, и новая игрушка от Quantic это Detroit Become Human, но пока Heavy Rain. Поэтому берите вкусняшки, садитесь поудобнее, и мы начинаем наше эпичное прохождение. Я не буду переигрывать, все будет лайф-экшн. Давайте, я буду вместе с вами поглощать этот замечательный сюжет. Ну, здесь такое, знаете, импровизированное обучение. Будем играть, будем обучаться по ходу нашего прохождения за главного героя. Медленнее, да, чтобы освоить контроль скорости. Ну, давайте. Напоминаю, что я играю на PlayStation 4. Джойстик у меня в руках. Довольно необычно. Это мое первое прохождение на консоли. До этого я снимал только пяти. Так. Нажмите R2, чтобы ходить. То есть, только с зажатой R2 можно придвигаться. Ладно, хорошо, я буду это иметь в виду. Ну, ладно. Так, мы проснулись, да? Подтягиваемся, чешем себе пузико, все хорошо. Надо, видимо, принять душ. Это определенно. Ну, как, что у нас здесь? Шкаф, одежда. Нет, я же вонючий и потный, мне определенно нужен душ. Не могу я одеть, да? Нажимаете, удерживаете L2. И я могу услышать, о чем думает мой персонаж. Сначала приму душ и оденусь, а потом спущусь. А, вот так даже. Хорошо, намек понят. Ладно, это что? А, фото. Свадебное фото, это, видимо, я и моя супруга. По улыбке я могу понять, что это довольно приятные воспоминания. Вот, знаете, друзья, у них в Америке очень даже неплохие пейзажи. Ну, или дома, посмотрите. Два этажа, прекрасный вид из окна. Ну, вот почему я там не живу? Такое умиротворение. Можно очень долго смотреть. Ну, пора честь знать. Давайте. Так, что там еще можно посмотреть? А что это? А, письмо какое-то. Ушла за покупками. Заберу детей из школы. Вернемся к обеду, займусь подготовкой ко дню рождения Джейсона. Не работай слишком много. Люблю тебя. Ага. Значит, сегодня день рождения Джейсона. Это, видимо, один из моих сыновей. Я так понимаю, что у меня их два или три. Ну, она говорит, детей заберет, да? Так, ну, вообще, хата у меня неплохая. Я бы в такой пожил. О, птичка. Курлык-курлык, привет. Друзья, канарейка. Кто-нибудь держит дома птичек? Скажите, насколько это удобно? И мешают ли они спать? Пишите в комменты. Так, что у меня здесь? О, туалет. Идеально, это то, что мне нужно. После напряженного и долгого сна. Ну, слава богу, здесь не нужно метить видео. Ничего не показано. И в этом вся прелесть. Так, что у нас здесь? А, это душ. Вот именно сюда нам и нужно, по идее, по сюжету. Да? Так, что мы можем сделать? А, чистить зубы, конечно. Ни один человек не может проснуться и не почистить зубы, друзья. Всего советую. Так, быстро двигайте весь контроллер движения. О, боже. Вот, знаете, дело в том, что у меня консоль немножко далеко расположена, поэтому не всегда может работать. Ну, вроде работает. Вы бы видели это со стороны. Я трясаю джойстики, боюсь уронить микрофон, поп-фильтр, наушники, телефон, вообще все что угодно. Так, а это что? А, бритва. Время себя побрить. Так, некоторые движения нужно делать, видимо, очень осторожно и медленно. Давайте. Так. Вот, девушки, девушки, посмотрите, насколько это тяжело делать. Это непростая задача, побрить себя. Так. И... да, получилось. Неплохо. Фух. Ну, первое прохождение на PlayStation 4 вроде бы пока идет неплохо, да? Какой я красивый. Мм, красавчик. Все, я с собой доволен. Теперь нам нужно принять, очевидно, душ. Да? Так, оглянитесь, чтобы посмотреть, какие действия вы можете совершить. Ага. То есть я не могу повернуть себя... А, могу, могу. Значит, окей. Брррррр, холодненькая пошла. Так, друзья. Ну, опять же напоминаю, что эта игра очень сильно сюжетная. Я надеюсь, что вы будете очень внимательно следить за развитием сюжета. А я постараюсь как-нибудь вам заработать очень хорошую концовочку. Пока еще даже не знаю, что меня ждет, но... Пора нам вытирать голову. Ну, все. О, еще и так даже. И до сих пор, знаете, это так... Необычно, наверное, со стороны выглядит. То есть я трясу джойстики, реально, боюсь уронить... Все, что у меня на столе. Но, ладно, окей. Главное, что у меня вебки нет. И в этом вся прелесть. Ну, допустим, я помылся. Теперь, по идее, я могу себя одеть. Правильно? Там же шкафу у меня была какая-то шмотка. Так, ну-ка давайте. Сегодня я надену вот это. Джинсы. И хорошую футболочку, чувак. Можно еще кепку надеть. Было бы вообще эпично. А, угадал, друзья. Джинсы и футболка. Охренеть. Ну, вообще, это как бы обычная посредневная одежда в Штатах. Ну, а вот про кепку я, конечно, прогадал. Это обидно. А я еще и обулся. Ну, друзья, знаете, кстати, в чем прикол? Наверное, многие люди постоянно спрашивают, почему, допустим, американцы ходят дома в обуви. А дело в том, друзья, что у них очень чисто. То есть у них такого понятия, как у нас в стране вот грязь, это слякоть, такого вообще нет. У них чистота, поэтому они ходят дома в обуви. Ну, это максимум там, ну, отряхнут, да, ножки у входа. И все, и спокойно могут ходить. Так, а что у нас здесь? Это, видимо, детское. А, значит, у меня два ребенка, а не три. То есть две кровати, это видно. Так, что мы можем здесь сделать? Для выполнения действий, требующих высокой точности и аккуратности, нажимайте на указан. Это понятно. О, боже, блин. Так, жонглируем, детка. Да я мастер. Да, получилось. Ни одного промаха. Ну, я так понимаю, это сделано для того, чтобы потренировать игрока. Потому что в Фаренгете там тоже были такие моменты, где нужно было нажимать, да, на внимательность клавиши. Но все-таки это PlayStation. Напоминаю, друзья, что я очень редко играл на PlayStation, поэтому я могу здесь, конечно, и подтопливать немножко. Ну, думаю, что это не критично, да? Так, а что у меня на первом этаже? А, ну то есть день рождения, вот моя жена говорила. То есть день рождения Джейсона. Уже комната, ээээ, наши квартиры украшены. Мысли персонажа, ну-ка. Отличная погода. В самый раз для работы в саду. Работать в саду? Это не для меня работы. Ну-ка это... Пока Грейс с детьми не вернулись, надо поработать как следует. Поработать. А чем я вообще занимаюсь? Я не знаю, не хочу я работать, я хочу кушать виноградинку. Вкусненько. Так, что еще есть? Посмотрите, что у нас за окном. Ну, довольно умиротворяющая картина, играют дети, ходят люди, ездят машины. Замечательно. И я рад своей жизни. Да? Так, а что у нас в холодильнике? О, тортик, чувак, засун туда пальчик. Это же вкусно, ну нет. Не буду я портить день рождения Джейсона. Давайте лучше попьем. Да, взболтнуть. Вот, друзья, не знаю как вы, а я терпеть не могу. Сок апельсиновый. Вот, не знаю, не переношу я его особо. Я люблю яблочный. Или, допустим, ананасовый. Так, кофеек. Ну, вы все знаете по стримам, что я большой поклонник кофе. Ну, не могу я жить без кофе. И, видимо, мой герой тоже. Так, замечательно. Давайте посмотрим, что ли, что это вообще у меня за квартира такая. Ну-ка. Что это? Пульт управления. Далой работу. Далой обязанности. Играть в машинки. Хе-хе-хе. Хе-хе. Что может быть лучше, блин? Только игра в машинки. Ну, все. Наигрался. Было весело, но всем пока. Так, что здесь есть еще с зеркалом? Подарки. Ну, очевидно, что будет большая вечеринка, да? Так, окей. Нет, ну, друзья, квартирка-то очень даже неплохая. Что есть еще? Музыка. Шикарно. Нет ничего лучше для настроения, как хорошее звучание. Так, допустим. А это что? Ммм, какие-то чертежи, схемы. А, так я так понимаю, что наш герой, он, видимо, какой-то архитектор. Ну, или дизайнер, да? То есть разрабатывает разные планы и прочее, прочее. Что, работать будем? Давайте. Так, херам все будем рисовать линии. Вот так. Ну, что вы видите? Я вижу два треугольника. Вот знаете, вроде бы просто линии, да? Но почему-то мне кажется, что это довольно-таки неплохо. Ой, я что-то заговорился. Да я понял, чувак, давай. Так. Интересно, а что он пытается изобразить? Может быть, зебру? О, да ладно. Очень-очень недурно. Это же дом, блин. Наш чувак реально одаренный. В этом деле. Так. Ладно, это, конечно, все очень здорово, но вот что мне нужно вообще здесь делать? То есть задач у меня таких вроде бы нет. Особо, да? Ну, как что он о чем там думает? Надеюсь, Грейс купила Джейсону подарок. Окей. Дело к обеду. Грейс с детьми вот-вот вернутся. Понятно. Не самый лучший эскиз. Может, стоит еще над ним поработать? Хм, это хорошая идея. Давайте еще. А то мне начальник там скажет, эй, Нептун, что это за дерьмо ты здесь натворил? А ну-ка давай переделывай. Что идет по телеку? Нет. Сяду-ка я на диван и спокойно дождусь Грейс с детьми. Вот, вот это офигительно здоровская идея, чувак. Нафиг эту работу? Мы сделали рисунок, мне пофигу, я его... Толкну неплохо, но тем не менее мы не успели поработать. Приехала, видимо, моя жена и дети. Пап, папа! Эй, осторожней, ты меня с ног собьешь. Сегодня важный день, а? Я теперь взрослый? Десять лет еще не совсем взрослый, но уже почти. Ну, я могу сесть за руль? Боюсь, с этим придется чуток подождать. Итан, не возьмешь сумки? Я иду. Так. Нажмите и удерживайте каждую появляющуюся кнопку. Ответственная работа. Вот уж перед женой я не хочу попасть и словить фиаско. Так. Боже. Какая милота. Так. Опа. Они с самого утра как бешеные. Я с ними еле справилась в супермаркете. А как ты? Удалось поработать? Ну да, неплохо. Не совсем. Я пытался, но ничего не вышло. Надо постараться, ведь чертежи нужно представить клиенту через месяц. У меня тысяча срочных дел. Как успеть до прихода друзей Джейсона? Можешь помочь мне? Достань десертные тарелки из шкафа в гостиной. Окей. Без Б? Конечно. С радостью. Так. Тарелки, 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 тарелки. Где же вы прячетесь, а? В гостиной. Ну, это, видимо, гостиная, да? Потому что большой стол для гостей. Так, а где же они могут быть? Что? Да я пытаюсь, где они? А, вот, все. Все, хватит уже ворчать. Неплохо. С первого раза получилось. Сервис подарила мама. Не разбей, ладно? Спокойно. Меньше всего. Я хотел бы поссориться с твоей мамой. Жесть, друзья. Это сервис ее мамы. Здесь нужно быть крайне осторожным. Вы знаете, как будто отрезаем проводок от бомбы. Боже, тихо, тихо, тихо. Главное не уронить. Так, неплохо. Вторая пошла. Черт, я волнуюсь, у меня руки потеют. Это же сервис ее мамы. Так, неплохо. И, видимо, последняя. Готово. Ответственная работа Нептунчиком выполнена. Что дальше? А, любовь. Не помню, говорил ли я это сегодня, миссис Марс. Но вы очень хороши собой. Да и вы ничего, мистер Марс. А, салавашки. Ну-ну, уйди. Дел не в проворот. Ути-ути-ути-ути какие. Даже чмокнуть меня не может. Так, окей. Так, друзья. Во сколько придут ребята? Около двух часов. Боже, надеюсь, я сумею помешать им разнести весь дом. Как в том году. Может быть, чем-то помочь? Чем тебе помочь? Ничем. Осталось немножко. Подарок. Ты купила подарок Джейсону? Да, я с утра заскочила в магазин. Нам повезло. Я взяла последнюю. Интересно, что она там взяла? Может быть, какой-нибудь офигительный самолетик на радиоуправлении? Или вертолетик? Я бы... Я вот, знаете, я в детстве всю жизнь об этом мечтал. Радиоуправляемый вертолетик. О, боже. Надеюсь, что Джейсону повезет больше, чем мне. Потому что мне его не подарили. Джейсон доволен. Да. Неужели ему исполнилось десять? Ах, кажется, совсем недавно мы флиртовали в школе. О, мы стареем это. Десять лет. Офигеть. Пацан-то уже реально большой. Что-то, знаете, у меня жутко захотелось с ними поиграть. Они вроде бы во дворе, да? Ну что, ребята. Пришло время нам поиграть. Ой, разбубнилась. Так, кого первого? Но Джейсон, это вроде бы вот слева, да? У него день рождения, поэтому он будет первый. Давай, бро. Ладно, Джейсон. Вертолет так вертолет. Полетели! Так, а тебя не затошнит? Чувак. Так, теперь ты. Теперь чур я! Чур я! Конечно ты! А кто же еще? Так. Ладно, Шон. Готовься. Поехали! А, еще джойстиком надо наклонять. Выбирать направление. Уууу, сейчас врежемся, сейчас врежемся. Нет. Я пошутил. Так, направо. Налево. Счастье, друзья, в каждый дом. Вообще, знаете, у них довольно неплохой внутренний дворик, да? Есть домик даже. Мы, правда, его делали в моем детстве из разных всяких деревяшек колотили. А зимой снега. Но. Это тоже неплохо. Так, сейчас обьем Джейсона. Сейчас обьем Джейсона. Хе-хе-хе. Здорово. Знаете, я чувствую себя отцом. Вот прям вот я вхожу в роль, друзья. Мне вот очень приятно то, что я вижу. И я буду максимально стараться играть именно, вживаясь в роль главного героя. Но, тем временем, думаю, что с него хватит. А то у меня уже плечи болят. Ну, как бы. Ну, давай, пап, ты же у нас сила. Да, где твои мускулы? Цепляйся крепче. Так, что это у нас здесь? Многократно нажимайте указанную кнопку. Окей. Давай. Вот вы не поверите, друзья, но поднимание двух детей на руках это ничто по сравнению с нажиманием кнопки. Много раз нажимать кнопку, это реально очень тяжело. Но, тем не менее, я справился с этим. Что? Бой? На мечах? Да куда же я денусь? Ты негодяй. Ха, сдавайся, слабак! Твой час пробил. Ха-ха. Так, окей. Да! Нанес один сокрушительный удар. Ну, надо ему податься немножко, да? Поддались, так. Хе-хе. Вперёд, вперёд! О! Я не сдамся! Тебе не победить! Я защищаю принцессу, поэтому я выиграю этот бой. Аааа, не ты нажал кнопочку. Давай! Ну, ведь у него день рождения, поэтому я должен... Давай! Должен ему податься, но с другой стороны... Давай! Давай! Ну, нет! Вот и всё. Твоя песенка с Петера. Хе-хе-хе. Фу, друзья. За стол, дети. Идите есть. Ну, ещё пять минуточек. Ладно, окей, хорошо. Ну, видимо, гости придут, да? Так, а мне... Шон! Иди обедать! Сейчас приведу. Так, а куда он убежал? Шон! Шон не за столом. Надо найти его. А куда он мог уйти? Наверное, наверх? У них там комната всё-таки. А, вот он. Шон? Ты что? Это Мэрлин. Он умер. И во всём я виноват. Ну что ты, Шон? Конечно, в этом нет твоей вины. Я бы всё отдох, чтобы он снова ожил. Знаешь, Шон? Есть вещи, которые просто случаются. Как бы ты ни старался. Так нечестно, пап. Нечестно. Конечно. Конечно. Как я его понимаю, друзья? Я помню, в детстве у меня умерла морская свинка. И очень долго плакал. Очень долго. Но надо набираться в себе сил, чтобы понять, что такое жизнь, друзья. Надеюсь, вы меня понимаете. Так, а теперь мы направились, видимо, куда-то погулять. Всей семьёй. И это здорово. Такие прогулки, они сближают семьи. И очень жаль, что во многих семьях, друзья, к сожалению, вот такого совместного отдыха очень мало. Я хочу поискать ботинки для Шона. Побудь с Джейсоном, ладно? Обещаю, мы мигом. Конечно, идите. Мы никуда не пойдём. Верну, Джейсон? Идём, милый. Джейсон? Что? Джейсон? Так он только что был здесь. Джейсон? Джейсон, мать твою. Джейсон? Не пугай так папу. Джейсон? Эй, вау-вау-вау-вау-вау, подожди. Чувак, ты же на него смотрел. Куда он мог пропасть? Джейсон? Джейсон? Наверняка он пошёл к клоуну. Клоуну? К какому клоуну? А это чё? Ну это не Джейсон? Это клоун, клоун, клоун. А, вон, клоун. Там он шариками торгует. Джейсон? Джейсон, блин, не пугай меня так. Джейсон? Эй, клоунишка, шлоунишка. А ну-ка давай говори, где мой... ...мой Джейсон? Джейсон? Блин, не доверяю я этому клоуну. Джейсон, какого хрена ты здесь делаешь, а? Чувак, нельзя так делать. Джейсон, лучше не отходи от меня, понимаешь? В магазине легко потеряться. Папочка, купи шарик. Мне так хочется шарик. Ну же, папа, купи. Ладно, давай купим шарик. Ура! Эй, малыш, как тебя зовут? Джейсон. Какой шар тебе дать, Джейсон? Эм, красный. На, держи. Отсылочка, друзья, к фильму Оно, да? Клоун, красный шарик. С вас два доллара, сэр. Джейсон, подожди. Подожди папу, сынок. Народу очень много. Так, чувак, ты... Блин, где же мои деньги-то? Джейсон, куда ты потопал? Погоди. Блин, где деньги-то? Чувак, ты не помнишь, где деньги, что ли? Алло. Бред какой-то. Где деньги-то? Сдачи не надо. О, неужели? Ну, зашибись. Столько народу, ботинки никак не померяешь. Где Джейсон? Он был здесь секунду назад. Я купил ему шарик, оборачиваюсь, а он испарился. Испарился? Что значит испарился? Стой здесь. Я найду его. Сейчас вернусь. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Это уже ненормально. Даже музыка говорит о том, что это уже ненормально. Джейсон! Ты мне сразу не понравился. Да тай-то отвали ты с дороги. Ну-ка, клоун, говори, где мой... Ты видели мальчик, которому вы дали красный шар? Не знаю. Он же был сванья. Что значит не знаю? Какого хрена? Ты должен был видеть. Красный шарик. В последний раз я видел его с красным шаром. На секунду. Я отвел глаза буквально на секунду. А, вон. Скорей, надо спуститься по лестнице, пока я не потерял его в толпе. Он снизу. Джейсон! Да откуда столько людей-то? Господи. Джейсон! 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 А, боже, боже, боже. С дороги все. Джейсон! Так, красный шарик. Красный шарик. Вон, вижу, вижу, вижу. Да погоди ты. Алло, парень, ты что-то рихнулся? Да сам трихнулся, иди в задницу, ублюдок. Мне нужно... Джейсон! Че-то подожди, подожди, я его потерял. Джейсон! А, вон, позади. Так, с дороги, с дороги, с дороги. Да отвалите, зеваки. Что? Джейсон! Это не он. Вон он. Джейсон! Эй, не пихайся! Да сам не пихайся. Джейсон! Если бы тебя пропал ребенок, ты бы, наверное, и не то сделал. Поэтому, войди, блин, в положение. Джейсон! Эй, во-во, только не... Только не на дорогу, чувак, не надо, не надо! Джейсон! Черт! Твою мать! Джейсон! Пап! Нет, 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 куда, куда? Нет, 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 Джейсон, боже мой, нет! Нет! Боже мой, нет! Вот так вот, друзья. Вот урок всем на будущее. Если у вас будут дети, никогда не упускайте их в толпе из виду и никогда не отпускайте их гулять на проезжую часть. Жесть. Жесть, конечно. Страшно даже представить, что испытывают главные герои и вообще вся эта семья. Вообще, в день рождения в 10 лет. Хэви Рэйн, друзья. Наконец-то мы приступили к этому прохождению. Я обещаю вам, друзья, я вам дам офигительное прохождение. И надеюсь, вы вместе со мной будете переживать все, что будет в этой игре. Вот знаете, я весь уже сижу в напряжении, я... Ну, вы меня знаете, я очень часто себя отождествляю с главным героем. Я вхожу в его шкуру и во многом я вхожу в роль. Поэтому я действительно пытаюсь понять то же, что и чувствует главный герой. Кстати, вот название. Да, и Хэви Рэйн. То есть, тяжелый дождь. Ну, или сильный дождь. И вот на заставочке тоже дождь. Причем, видимо, дождь здесь будет... Одним из главных погодных эффектов. Например, вот в Фаренгете был снег. То есть, холод, обледенение и так далее. А в Хэви Рэйн, конечно, будет, видимо, очень обильный дождь. Два года спустя. Так, прошло два года. Видимо, после той трагедии, да? Так, ну, это, видимо, либо школа, либо детский садик. Хотя, да, это школа. Он же, ему же лет, по-моему, двенадцать, наверное. Привет. Привет. Вы чувствуете, да? Эту напряженность. Этот усталый, вялый голос, этот привет. Друзья, по-моему, он реально до сих пор не может отойти от происшествия. Да и погодка, конечно, не ахти. Но, друзья, давайте мы здесь поставим паузу. Я предлагаю нам закончить серию первую на сегодня. Она была такая ознакомительная, погружающая в прохождение Хэви Рэйн. Надеюсь, вам понравилось, и вы поддержите мое видео пальчиком вверх. И, конечно, друзья, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем здоровья, друзья. Ждите новую серию. Всем пока-пока.